На телеканале ПС программа в центре внимания. Сегодня с нашим гостем, исполняющим обязанности директора Архангельских городских тепловых сетей ТГК-2, Григорием Паламаром, мы говорим об итогах гидравлических испытаний и готовности города к началу отопительного сезона. Григорий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе в Архангельске завершились гидравлические испытания тепловых сетей. Насколько успешно они прошли и все ли дома к этому дню подключены к горячей воде? Гидравлические испытания прошли в плановые сроки с 23 по 27 августа и с 28 августа мы начали подключение горячего водоснабжения, как и было прописано в согласованном графике. По результатам испытаний обнаружено 93, устранено 58 дефектов, остальные 35, которые остаются, они либо незначительные, либо закрыты хомутами. То есть препятствию для горячего водоснабжения они не являются. Поэтому испытания, я считаю, прошли успешно, персонал отработал, сотрудники наши отработали четко и слаженно. И мы свои обязательства выполняем. А сколько домов не подключено горячей воде? Есть такие? На сегодняшний день, на сегодняшнее утро не подключено 9 домов. 4 из них по причине дефекта. Мы планировали их подключить в прошлые выходные. Но в связи с тем, что надо было проводить согласование для раскопки, согласование надо было проводить со сторонней организацией. У нас не получилось в выходные дни это сделать. Но на данное время согласования проведены, работы выполнены. И сегодня во второй половине дня в домах это по Гагарина 6, Троицкий 192, 194 и 198 мы воду горячую подадим. Гидравлические испытания проходят ежегодно, два раза. Это весной и в августе. Скажите, для чего они нужны? Можно обойтись без них? Либо не отключать горячую воду, доставлять столько неудобств горожанам? Гидравлические испытания проводятся в соответствии с правилами техники эксплуатации. Это проводятся испытания не только тепловых сетей, но и оборудования источников. Это Архангской ТЭЦ и котельных. И весной они проводятся для того, чтобы выявить узкие места и своевременно провести корректировку и внести в план ремонта. То есть летом эти слабые узкие места, скажем так, устранить. А осенью в августе они проводятся для того, чтобы проверить готовность оборудования и тепловых сетей в том числе к несению зимних максимальных нагрузок. Согласитесь, что правильнее устранять дефекты сегодня при положительной температуре наружного воздуха, чем, допустим, в 30-ти градусный мороз. Поэтому испытания проводятся осенью, перед началом отопительного сезона. Без отключения горячей воды обойтись нельзя, да? В данном случае нельзя, но отключение, наверное, не такое уж и большое. То есть мы весной на 5 дней отключали, осенью на 5 дней. Мы также озабочены тем, что жителям надо создавать комфортные условия для проживания. Поэтому мы в этом году, допустим, нашли возможность сократились с двух недель до одной перерывы в горячем водоснабжении в Соломбальском округе и в привокзальном районе. Вообще лето для энергетиков, наверное, самый горячий сезон. К зиме нужно подготовить 230 километров теплотрассы или 460 километров трубопровода. А что сделано за лето? Ну, энергетики не только готовят свои сети, а еще и контролируют подготовку других сетей. У нас в городе вообще-то 470 километров сетей, подключенных от Арханской ТЭЦ. То есть мы на своих сетях проводим необходимые ремонтные работы и работы по реконструкции, но и также следим за подготовкой сетей сторонних организаций. Такие организации есть в Северном округе, которые вызывают нашу тревогу, потому что там дела идут не очень хорошо, не так, как хочется. Ну, а по нашим сетям мы заменили 4 километра трубопроводов, отремонтировали и подготовили к зиме 35 центральных тепловых пунктов и две котельные, которые у нас есть на нашем балансе. Это на острове Хабарка и на Ленинградском 58. Своё оборудование мы привели в надлежащий вид, и к зиме оно готово. А какие самые серьезные проекты по замене теплотрассы проведены в городе? Ну, в этом году мы в Кемском поселке заменили более 300 метров трубопроводов с применением новых технологий. Это из шитого полиэтилена трубы мы там применили. То есть пластиковые они не корродируют, и тепловых потерь там меньше. То есть в разы повышается надежность теплоснабжения. Ну и проект еще он не закончен, он на две трети выполнен. Это строительство новой теплотрассы к кафедральному собору. Как раз об этом хотела спросить, как идут работы, когда будет тепло в новом храме? Две трети мы уже есть. Там 350 метров планируется заменить. 250 мы уже построили, и благоустройство даже провели это под площадью. Осталось 100 метров трубопроводов в стадии завершения, скажем так. То есть к 15 сентября наши работы будут в полном объеме выполнены. И останется только провести разводку в самом храме внутри. Но там уже не наша зона ответственности. Там пока я затрудняюсь сказать, когда будет готово. Свою часть мы выполним до 15 сентября. Вообще тепло в домах зависит не только от тепловых сетей, но и от управляющих компаний. Насколько качественно они подошли к новому отобительному сезону? Ну, надо сказать, что управляющие компании, которые обслуживают многоэтажные жилые дома, они с каждым годом подходят более ответственно и ремонтируют их, и готовят к зиме более качественно. А вот деревянные дома, там есть проблема. Проблемы связаны с промывкой системы отопления, с установкой сужающих устройств, которые фиксируют необходимое количество тепла на данный дом. В связи с тем, что там дела обстоят не так, как хочется, у нас и возникают проблемы зимой. Люди жалуются на то, что дома холодно, что поступают разного рода жалобы, которые нам приходится выходить на место, разбираться. И, как мы видим, причина в том, что управляющие компании эти деревянные дома готовят спустя рукава. Вообще перед отопительным сезоном проверяется готовность тепловых узлов в домах. Какие замечания в основном выявляются, недостатки? Ну, по тепловым узлам необходимо, чтобы были, вот мы все говорим, автоматизированные тепловые узлы. Не все понимают, что это. Ну, в основном это регуляторы температуры, давления, которые, во-первых, приводят экономии тепла. Потому что они, вот особенно в осенне-весенний период, когда на улице солнце, на улице, как бы, переходный период, а дома, если обогреваются с необходимым количеством тепла, допустим, рассчитанным на весь отопительный сезон, то происходит перетоп, так называемый. Поэтому люди регулируют, скажем так, открытием форточек, состояние температуры в квартире. А вот эти регуляторы, они позволяют, во-первых, экономить тепло, потому что они перекрывают, то есть ограничивают расход теплоносителя на дом. Ну, во-первых, идет экономия средств, а во-вторых, это комфортные условия дома. То есть нет сквозняков, нет перегревов. Ну, и самое главное, что при низких температурах наружного воздуха, когда теплоноситель идет за 100 градусов, если нет регуляторов температуры, то с крана горячей воды поступает, ну, кипяток. То есть вода с температурой около 100 градусов, хотя она должна быть 65. Поэтому в данном случае еще избегаются и случаи ожогов, в особенности это касается детей, которые не всегда умеют пользоваться. И, наверное, это окупается, да? Это окупается, ну, до 15-20% экономия. Ну, речь идет об осенне-весеннем периоде, то есть там в четырех месяцах. Ну, теперь о профессии энергетика хотелось бы поговорить немножко. К этой профессии предъявляются достаточно высокие требования. А в данной сфере в каких кадрах вы нуждаетесь? Ну, на сегодняшний день надо действительно сказать, что профессия энергетика, она и, наверное, почетная, и востребованная. Поэтому, несмотря на те трудности, которые у нас есть, это и работа круглосуточная, в данный период мы это понимаем, ну, и летом, как правило, у нас с отпусками не так, как бы хотелось. Но, тем не менее, штат у нас укомплектован полностью, и мы гордимся теми людьми, которые у нас работают, потому что каждый год профессионализм растет, мы над этим много работаем, и у нас есть люди, которые и два, и три высших образования имеют, и много с высшим образованием сотрудников работает на рядовых должностях. То есть на сегодняшний день у нас со штатом все хорошо, мы укомплектованы, и надежная команда есть, надежность оборудования растет, квалификация сотрудников растет, что, скажем так, вносит уверенность в том, что отопительный сезон мы пройдем без аварий и сможем обеспечить максимальный комфорт для жителей города Архангельска. Отопительный сезон как раз, когда он начнется в Архангельске? Ну, согласно правил предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон начинается при понижении температуры среднесуточной наружного воздуха в течение последних пяти дней менее плюс 8 градусов. На сегодняшний день мы еще до такой температуры не наблюдаем. За вчерашний день была температура плюс 9,2 градуса, это среднесуточная температура. Но мэр города Архангельска может принять решение в начале отопительного сезона ранее вот этих температур, что в последние три года наблюдается. То есть, наверное, это делается с целью обогреть социальную сферу, то есть садики, школы, больницы. Поэтому здесь решение будет принимать Виктор Николаевич Павленко. Все понятно. Несколько последних зим на тепловых сетях не было, в общем-то, никаких нештатных ситуаций, аварий. А вот следующий год, есть ли уверенность, что в наших домах будет тепло? – Уверенность есть. Как я сказал, надежность оборудования у нас растет, ну и квалификации персонала. Ну и для примера могу привести такой пример, что в прошлом году в это время, на 2 сентября, у нас в горячей воде не было подключено 278 жилых домов. Сегодня их из-за дефектов 4, ну плюс 5 еще домов не подключено из-за проведения работ сторонними организациями. Они завтра эти работы заканчивают, и в среду все дома будут подключены к горячей воде. Ну вот это говорит о качестве проводимых работ и качестве подготовки к зиме. – Григорий Иванович, я благодарю вас за беседу. В студии программы «В центре внимания» был исполняющий обязанности директора Архангельских городских тепловых сетей ТГК-2 Григорий Паламар. А я, Лена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего самого доброго и оставайтесь с телеканалом ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...